Традиционно информационную систему рассматривают как совокупность средств массовой информации, объединенных в своей работе рамками конкретной государственной стратегии. В ней прописаны основные целевые векторы движения общества, которые призваны обслуживать медиасистему. Сценарные планы, двигаясь по которым можно усиливать те или иные стороны национальных интересов в разных сферах – экономической, политической, социальной и других. К сожалению, 30-летний опыт работы украинской сигнальной системы изрезан чередой политических событий, которые постоянно меняли направление движения и тем самым значительно ослабили возможность общества четко отвечать на вопрос о том, куда же мы движемся. На данный момент ядром идеи является движение в ЕС и НАТО, но учитывая динамику последних десятилетий и его в перспективе можно поставить под сомнение. Политическая составляющая десятилетиями вносила деструктивные изменения в общественное сознание, а постоянные конъюнктурные манипуляции, направленные на изменение информационной стратегии, исходя из сиюминутной политической целесообразности, привели к застою и упадку. Историческая реальность украинского общества, из которой можно выбрать более-менее устойчивый отрезок для формирования комфортной унитарной информационной действительности, также выбрать достаточно сложно. Религиозная система как каркас общественного сознания длительное время находится под деструктивным воздействием просачивающегося в медиа-контента с разного рода шарлатанами, значительно искажающими суть духовного восприятия действительности. Популяризация сверхприроднего затуманивает морально-нравственные основы, вокруг которых сформировалась система правоохранительных регуляторов, да и сама Конституция. Отдельный вопрос по некоторым религиозным институтам, которые потенциально могут нести конкретную деструктивную нагрузку для украинского общества. Приняв за нулевую точку отчета события сегодняшнего дня и с учетом допущенных ошибок в прошлом, можно приступать к написанию конструктивной части новой прочной системы государственности. А какой она должна стать, на этот вопрос должно ответить само общество в новом диалоге с властью, который стоит начать уже сегодня.